Здравствуйте! В эфире «Итоги недели» в студии Анастасия Кладинова. Коротко о главных событиях. В этих вопросах мы максимально участие принимаем. Это, наверное, акцентные направления у всех общественных организаций и у нашей молодёжи. Помощники «Единой России» – молодогвардейцы Люберец провели конференцию. О результатах через минуту. Мы демонтировали башню, вступили к фасадным работам, к монтажу окон, к кровельным работам. Второй смены больше не будет. В Краскове строят новую школу. Мы создаём с каждым разом более урожайные сорта, более устойчивые сорта, которые необходимы фермерам. Картошинка к картошинке. Люберецкие селекционеры вывели уже более ста сортов семенного картофеля. Будут установлены датчики движения, чтобы в лесу загорались они по времени и от движения. Мы сейчас находимся с вами на новом проезде. Новая жизнь лесной опушки. О ходе благоустройства расскажет Богдан Колесников. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за прошедшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2300 обращений. Возбуждено 12 уголовных дел, 8 раскрыты по горячим следам. Произошло 251 ДТП с четырьмя пострадавшими. В Люберцах на шоссейной улице совершено убийство. Подозреваемый задержан. Увеличилось количество дистанционных мошенников. Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам, которые продолжают слушать мошенников, отправлять свои деньги. Это также, как касается очень много молодых на каких-то, играют в сайтах, отправляют свои деньги, берут кредиты. И наших пенсионеров еще раз предупредить, никакие сотрудники правоохранительных органов не могут вам звонить, никакие кредиты не могут вам выдавать и так далее. В округе реализуется программа «Чистая вода». От поселка Томилина до Октябрьского будет построен водовод протяженностью 7 тысяч метров. Более двух километров уже проложены. Работы завершат осенью следующего года. Продолжается благоустройство парковых территорий. В городе Люберце преобразится парк Наташинский пруды, в поселке Октябрьский – лесная опушка. В ближайшее время приступают к благоустройству зоны отдыха в деревне Марусино. В этом парке достаточно давно просили сами люберчане. И в этом году принято решение о проведении работ первого этапа за счет местного бюджета. В текущем году мы будем создавать первую часть этого парка, создание дорожно-дробиночной сети для комфортных прогулок наших жителей, зона для детских игр и для занятий спортом. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог, вывоз мусора, ямочный ремонт, ликвидацию бесхозных автомобилей. Узнали о культурных мероприятиях и спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялось заседание Совета депутатов. На повестке дня стояло 8 вопросов. О наиболее значимых расскажем в сюжете. О работе за 2022 год и планах администрации на ближайшие месяцы рассказал глава округа Владимир Волков. 2023 год – это год большой, серьезной избирательной кампании в Подмосковье. Выборы губернатора, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября. Нам вместе с жителями предстоит определить дальнейший вектор развития округа и всей Московской области. Бюджет муниципалитета на особом контроле депутатов. О расходовании средств отчитался первый заместитель главы администрации Илья Матавилов. По итогам 2022 года исполнение расходной части состояло 14 миллиардов 200 миллионов рублей. На реализацию 17 муниципальных программ в сумме 13 миллиардов 900 миллионов рублей. И на непрограммные расходы 300 миллионов рублей. Также депутаты утвердили порядок выявления учета и оформления безхозяйного имущества в муниципальную собственность, внесли изменения в положение о присвоении изменения аннулирования адресов объектов недвижимости и заслушали отчет о деятельности молодежного парламента при Совете депутатов. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Прошла пятая конференция местного отделения «Молодой гвардии Единой России». Активисты подвели итоги работы, избрали членов местного штаба и контрольно-ревизионной комиссии. Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» является молодежным крылом партии «Единой России». Основными целями организации является вовлечение нашей молодежи в процессы построения демократического, социально справедливого общества, воспитания у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну, а также пропаганда здорового образа жизни и труда. Все эти цели Люберецкое местное отделение и преследуют в своей деятельности. С 2020 года Люберецкие молодогвардейцы организовали и приняли участие в более чем 800 мероприятиях. Во время пандемии совершили свыше 8 тысяч выездов по заявкам жителей, адресно доставили более тысячи продуктовых наборов и почти полгода провели на освобожденных территориях, помогая нуждающимся. В этих вопросах максимальное участие принимаемое – это, наверное, акцентное направление у всех общественных организаций и у нашей молодежи. Помимо этого мы привели большое количество экологических акций, спортивных мероприятий, мероприятий по патриотическому направлению. Труд молодогвардейцев оценили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий и руководитель фракции в Люберецком совете депутатов Александр Шлопак. Отличившимся вручили награды. Высокую оценку работа местного отделения МГЕР получила и от регионального штаба. Это одно из самых сильных местных отделений. Ребята проявляют себя в качестве лидеров, в качестве ребят, которые приходят к нам с идеями, с грантами, с проектами. Всегда откликаются на наши просьбы, на наши задачи, всегда включаются. В Московском областном региональном отделении МГЕР состоят 8,5 тысяч человек. В Люберцах – 117. Вступить в молодежную организацию может любой желающий с 14 до 35 лет. В первой гимназии провели встречу в рамках реализации проекта «Герои вне времени». На неё пригласили российского военнослужащего, который готовит штурмовые подразделения ВДВ для участия в спецоперации. Подробнее расскажут мои коллеги. Встречу провели в музее, посвящённом боевому пути 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Её бойцы участвовали в Курской битве, освобождали Черниговщину и Полтавщину. Спустя почти 80 лет российским бойцам снова приходится освобождать Украину от нацистов. Сегодня на встречу с молодёжью и люберецкими депутатами пришёл ветеран боевых действий и десантник Андрей Лобанов. В армию служил в Забайкале, где на штурмовой бригаде. Оттуда поступил в училище десантное. В 90-м году закончил его. И с 90-го года я проходил службу в ракетчатах офицера. В составе 45-го отдельного гвардейского разведывательного полка участвовал в 1-й и 2-й чеченских кампаниях. Был командиром роты специального назначения. Дважды ранен. В одном из боёв получил контузию. Сейчас, как опытный инструктор, готовит штурмовые подразделения ВДВ для участия в спецоперации. На данный момент ребята настроены победить. Настрой в плане, как это, что. Где-то бывает, может быть, устают люди, но нет такого, что надо всё бросить. Сейчас нет, наоборот, люди хотят дойти до конца, до победы. Люди хотят взять свой рестак. Он где-то у нас там впереди. Андрей Лобанов приехал на побывку домой. В Люберцах его ждёт любимая семья – жена и двое маленьких детей. После окончания отпуска он снова вернётся в зону боевых действий. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В 1996 году в Малаховке открылось производство корпусной мебели. Начинали с обычных шкафов-купе. Сегодня это полный спектр мебели для дома и офиса. Как в непростое время для бизнеса компания не только держится на плаву, но и успешно развивается – в сюжете. Это напоминает большой конструктор из досок и реек. Но совсем скоро они превратятся в шкафы, столы, тумбу, кухонную мебель и станут верой и правдой служить своим хозяевам много лет. Предприятие, которое расположено в Малаховке, зарекомендовало себя не только как российский, но и мировой бренд. В данный момент компания находится в очень серьёзном новом своём витке развития, так как многие, как сейчас говорят наши бывшие западные партнёры, ушли из России. И большие ниши освободились по выпуску дополнительных объёмов мебельного производства. Конечно же, мы также всё, что необходимо от наших структур, от правительства Московской области будем продвигать и оказывать меры поддержки. Для нас важно, чтобы предприятия, работающие на нашей территории, чувствовали себя уверенно. Основное производство фабрики расположено в Костромской области. В Малаховке задействована лишь малая часть производственного процесса. Здесь элементы мебели шлифуют, красят, сушат, упаковывают и отправляют покупателям. Суммарный объём продаж компании находится в пределах 6 миллиардов рублей. По спросу мы не жалуемся. В 2022 году спрос был отличный. В этом году тоже хорошее есть рост в сравнении с 2022 годом. Проблем не испытываем на сегодня. Сейчас на фабрике корпусной мебели в Малаховке работают 390 человек. Половина из них – люберчане. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Семенной картофель, выведенный на Люберецкой земле учёными Федерального исследовательского центра имени Лорха, не только вкусный, но и урожайный. Поэтому много лет пользуются спросом у ведущих российских институтов сельского хозяйства. Подробнее расскажем в сюжете. Основная задача в институте – создание новых сортов. Благодаря учёным-селекционерам за сто лет здесь вывели более сотни видов картофеля с повышенной урожайностью, высокими вкусовыми качествами, а также устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным факторам окружающей среды. Мы создаём с каждым разом более урожайные сорта, более устойчивые сорта, которые необходимы фермерам. А фермеры, они всегда задают нам определённую планку. Те проблемы, с которыми встречаются фермера, мы пытаемся их решить, создаём для них новые технологии и дальше их внедряем в производство. Прежде чем попасть в государственный реестр, новый сорт проходит испытания в гидропонной лаборатории. Проверяют реакцию растений к питательной среде, свету, температуре и другим климатическим факторам. Нововведения одного сорта уходят до 15 лет. Дальше ещё необходимо будет его тиражировать, а это также занимает около 8-10 лет, чтобы уже сельхозтоваропроизводители узнали об этом сорте, и этот сорт был востребован в производстве. Чтобы создать новые методы в области селекции семеноводства, учёные работают над генетикой картофеля, разрабатывают новые технологии его возделывания и хранения. В Федеральном исследовательском центре имени Лорха этим занимаются более 250 сотрудников, в их числе 15 докторов наук и 47 кандидатов. Всё, что есть в этом институте, всё, что наработано за эти годы, это очень серьёзный интеллектуальный потенциал. Это, конечно же, в первую очередь это люди. Люди, кадры решают всё. Желаю коллективу института, конечно же, вывести ещё новые уникальные сорта, которые будут обеспечивать и безопасность нашей стороны, и, конечно же, будут нравиться нашим потребителям. Центр Лорха идёт в ногу со временем и динамично развивается. Несколько недавно выведенных сортов картофеля в ночь получили признание предприятий, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции в стране. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах приступили к обустройству сквозного проезда между Инициативной улицей и проспектом Гагарина. Эту дорогу жители ждут давно. Когда закончится благоустройство проезжей части и тротуара, расскажем в сюжете. Старые постройки и бесхозные гаражи снесены. Дорожники приступили к подготовительным работам. Новый отрезок дороги протяжённостью 540 метров пройдёт мимо трёх гаражных кооперативов, на балансе которых состоят более 600 гаражей. Открытие этого проезда ждут и пешеходы, и автомобилисты. Дорогу давно с администрации шёл, наверное, с 2010 года ещё они хотели строить. Ну, завязки были, то не получалось ещё. Вот на данный момент они снесли 22 гаража, и сейчас вот строят дорогу. Для жителей удобно, если сделают освещение, всё будет отлично. И выезжать удобно будет, и всё. Этот участок дороги станет ещё одним выездом из микрорайона Красная Горка и значительно сократит путь пешеходов до железнодорожной станции Люберцы Первые. Дорога будет благоустроена с тротуаром. Тротуар будет комфортный, шириной полтора метра для того, чтобы его техника могла убирать в зимний период. Дорога составит ширину 7 метров, двухполосное движение, обязательно будет установлено освещение, камера безопасного региона. Дорога долгожданная, подрядчик уже на территории работает, поэтому сомнений в том, что она будет построена открыто вовремя, никаких нет. Движение по новой дороге откроют к 1 сентября. В Краскове строят новую четырёхэтажную школу на 1100 детей. Необходимость её строительства вызвана острой нехваткой образовательных учреждений в посёлке. Открытие школы позволит полностью ликвидировать вторую смену. Какие работы выполняются на данном этапе, расскажет Богдан Колесников. Монтаж внутренних инженерных систем подходит к завершению. В здании проводятся технические работы, делают разводку электропроводки, монтируют системы отопления и вентиляции. Снаружи школу утепляют минеральной ватой и заканчивают остекление. Мы демонтировали башенный кран, приступили к фасадным работам, к монтажу окон, к кровельным работам. Более трёх тысяч окон на объекте присутствуют, различных модификаций, противопожарные и пластиковые окна. Есть алюминиевые витражи на лестничных клетках. В образовательном учреждении будет 44 учебных класса, просторные актовые спортивные залы, столовая, медицинский блок. Для детей с УВЗ предусмотрен лифт. Прилегающую к школе территорию благоустроят. Рядом оборудуют спортивное ядро с футбольным полем, беговой дорожкой и игровой площадкой для младших классов. Объект очень важный для территории Красково, Малаховка. Сейчас в наших школах есть определённая такая уплотнённая обстановка в классах. Конечно же и педагоги, и дети ждут этого нового объекта. Наша задача этот объект закончить, сделать его красивым, современным и передать уже в наши учебные заведения. Первых учеников школа на улице Мичурина примет в следующем году, 1 сентября. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Все школы и детские сады, вошедшие в программу Московской области образования Подмосковья по выполнению капитального ремонта, находятся под постоянным контролем исполнительной и законодательной властей. Ход работы в дошкольном отделении школы номер 52 проверил Владимир Ружицкий. Фасад таким останется, да? Вот фасад. Остался только цоколь и отмоз. Фасад готов. К ремонту двухэтажного здания площадью более 2000 квадратных метров с бассейном приступили весной этого года. Сейчас готовность объекта составляет 70,8%. Для своего времени был замечательный садик. Он был для 80-90-го года таким суперсовременным. Все течет, все изменяется. Понятно, что есть и физический износ. Поэтому все задачи максимально короткие сроки сжатые здесь от ремонта произвести. Вот мы проговорили с подрядчиком. Здесь по плану где-то в средине октября завершение работ. Но мы проговорили, все работы должны быть завершены к первому сентября. На объекте трудится 54 человека. Выполняют отделочные работы внутри помещения. Расширяют дверные проемы. Прокладывают слаботочку. Готовятся к установке отмостки и цоколя. Работы идут с опережением графика. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Продолжается благоустройство парка «Лесная опушка». Какие работы выполнены в рамках первого этапа и когда сделают прогулку по парку комфортной для жителей? Расскажем о сюжете. По итогам голосования на портале «Добродел» благоустройство зоны отдыха включили в государственную программу Московской области формирование комфортной городской среды. Сейчас полным ходом проводятся работы по обустройству тропиночной сети и уличного освещения вдоль дорожек. Будут установлены датчики движения, чтобы в лесу загорались они по времени и от движения. Мы сейчас находимся с вами на новом проезде. Он ведет как раз к основной территории напротив поселка Октябрьский от дома 5. Там будут установлены новые детские площадки, площадки воркаут. Также будет установлена уличная мебель, лавочки, урны. Все для удобства жителей и с их пожеланиями. Здесь установят две спортивные площадки, пункт охраны, модульные туалеты. Организуют закрытую зону для выгула собак. Благоустроен будет водоем в конце этой пешеходной зоны. И, конечно же, этот проект реализуется благодаря программе губернатора. Лично Андрей Юрьевич этот проект анонсировал. Очень давно жители просили этого благоустройства. В данный момент идут активно работы, они уже близятся к завершению. Первый этап благоустройства лесной опушки завершат к 1 сентября. В округе открыли еще одну детскую площадку по губернаторской программе. Игровой комплекс установили в Сквере Победы. На детском празднике в Краскове побывала наша съемочная группа. Детская площадка включает в себя спортивные игровые модули для физического и интеллектуального развития детей. Это целый интерактивный комплекс под открытым небом, который позволяет ребятам в игровой форме изучать основные законы физики. Красивая площадка. Очень. Мне понравилось все. Игровой комплекс отвечает запросам детей разных возрастов. Подростки с удовольствием проводят время в веревочном городке и на качелях. Ребята помладше отдают предпочтение горкам и тоннелям. А для самых маленьких обустроен песочный дворик. Мне понравились круглые качели. Я побегу на них кататься. Полновки. Очень красиво и хорошо. Детская площадка соответствует требованиям безопасности. С этой целью предусмотрели ограждение и резиновое покрытие. Для удобства жителей игровой городок оснащен скамейками и урнами. Была старая площадка. Сейчас нам ее отреконструировали. Детишкам очень нравится. Много новых всяких качелек. Детки все рады. Хотим сказать большое спасибо. В этом году в округе открыли шесть детских площадок по губернаторской программе. Одну из них в Краскове. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. По инициативе партии «Единая Россия» 1 июня стартовал спортивный марафон «Сила России». К нему присоединились и люберцы. В марафоне могут принять участие все желающие, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На инклюзивные тренировки в рамках спортивного марафона «Сила России» в Люберцах пришли более 30 человек. На площадке они представляют настольный теннис, бадминтон, баскетбол и общую физическую подготовку. Конечная цель – привлечь людей с ограниченными возможностями к здоровому образу жизни, к занятиям спортом. Люди стремятся жить полноценной жизнью, несмотря на то, что у них есть определенные проблемы со здоровьем. Александр Чувашев – капитан Люберецкой команды по баскетболу на колясках, кандидат в мастера спорта. В этом году команда «Триумф» приняла участие в баскетбольной лиге сильных людей и вышла в финал. Это пока единственное. К сожалению, сейчас мало очень удается выезжать. Финансирования нет сейчас и есть сложности. Поэтому пока такой один турнир у нас в этом году. Мы сейчас ищем людей в команду. Нам нужны ребята с ампутациями, с травмами позвоночника, с травмами пода, даже с ДЦП, возможно. Чтобы к нам приходили в команду просто заниматься. Марафон «Сила России» завершится в День физкультурника – 12 августа. Но новых участников команд в Люберцах ждут всегда. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова